С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения тебя! Ой, да не стой, Луша! Что, загадать желание? Ну хорошо, это же простая формальность. Ну, пускай будет замутить с Кариной. Слушай, а вдруг сработает? Тогда замутить с Дашей. Так, теперь я реально волнуюсь. Надо задуть все до единой. А вдруг у меня не хватит воздуха? Надо дуть по какому-то вектору? Дуть с уровня свечей или выше? Главное, чтобы с нули на торт не полетели. Может оставить в лёгких немного воздуха, если не все свечки потухнут и нужно будет тушить по одной. Они не могли купить просто свечки в виде двух цифр. Вот надо было выпендриться. Да и вообще, я даже не верю в загадывание желаний. Хотя, кого я обманываю? Я же смотрю Тайны мира с Анной Чапман по РЕН-ТВ. Конечно, я во всё это верю. Ладно, загадываю замутить с Дашей и сдать экзамен по естествознамени. Чёрт, надо было автомат просить. Как здорово, что собрались мои близкие друзья. Те, кого я хотел видеть. О, чёрт. Папа. Я забыл, что он не ушёл. Почему все замолчали? Ведь это слишком палевно, что вы перестали говорить, когда он зашёл. Наверное, опять подумают, что мы говорили про секс или ругались матом, поэтому притихли. Но мы-то не говорили. Чтобы оправдать молчание, начну есть. Давно не заходил в Инстаграм Ян. Хм, состав кетчупа. Скажите кто-нибудь хоть слово, чтобы неловкая пауза ушла. Как жизнь молодая? Ну, нормально, да. А ну тогда отдыхайте, выселитесь, а я в ту комнату пойду. Книжку почитаю. Так-так-так, все за столом. Сейчас начнутся тосты. Когда сказать тост? Сейчас или попозже? Сейчас люди покатухлые. А у меня слишком классный подарок, чтобы дарить его вначале. А если позже? Вдруг передо мной скажет Серёга. Он ведь очень харизматичный. На его фоне я покажусь банальным. Вот чёрт! Он встаёт! Надо перехватить слово! О, нет! Он же просто тянулся за колбасой. А я уже встал с подарком в руках. Теперь нужно срочно придумать очень классный тост, за которыми не будет стыдно. Ну, счастья, здоровья. На. Надо выбрать подарок. Какой купить? Полезный или забавный? И за какую цену? Могу ли я купить за 500? Или я уже взрослый и надо потратить 1000? Хотя он близкий друг моей девушки. И его мама добавлялась мне вконтакте. Видимо, всё-таки близкий друг. Придётся 1000. А упаковка стоит 200 рублей. Она входит в стоимость подарка? То есть можно купить подарок за 800. Но нужна ли упаковка подарка за 800? И если делать упаковку подарка за 800, тогда можно сделать подарок за 600? Хммм. Так, хватит. Тогда придётся хорошо нажрать на свой подарок. Я опоздаю. Из мяса останется только варёная колбаса. Сыр будет запотевшим. Там уже не будет чистых стаканчиков. И мне придётся наливать апельсиновый сок туда, где был персиковый. Тогда без упаковки. И вообще лучше деньгами отдам. Да, не очень презентабельно. На Сбербанк онлайн скину. Проблема решена. Всем привет! Это Громкие Рыбы. А, это Эдвард. И у меня тоже есть свой канал. И у нас тоже есть свой канал. Тут так много каналов, как в Венеции. И зачем я согласился у них сняться? У них подписчиков меньше, чем у аккаунта моей кошки. Слушай, а вдруг мы затянули концовку, и это уже никому не интересно. Все будут думать то, что зачем это нужно было вставлять? Интересно, с приходом Трампа к власти перестанут ли ущемлять права рыжих? Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на него. Ставьте большие пальцы вверх. Как это нам делать? Правильно, да? Правильно говорим? Да, правильно. Эдвард сказал, что у нас была сейчас коллаборация. Да. Мы ютуберы. Кучу людей коллабораций, как всем отлично учу. Не надумал так говорить. Ну, мы рассчитываем, что у тебя меньше будет реплик. Сейчас это наш канал, поэтому... Ну, я мало проплатил, наверное, просто. Да. Те печенья, они быстро кончились, во-первых, когда ты на съемку принес. Ну, я сейчас закину вам денежек, потом покажу. Хорошо. Хорошо. Разбирь банку лайн? Да.